Физкульт привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Пока еду в зал, снова пообщаемся с вами на различные темы. Хочу с вами поделиться информацией о приседаниях. Когда я полюбил приседания? Это очень интересно. Вы знаете, что в моих статьях, книгах, видеороликах я вам постоянно говорю, что приседания это лучшее упражнение. Так оно и есть. И начинать его нужно разучивать с первых шагов, как вы пришли в тренажерный зал. Если вы хотите грамотно и целенаправленно совершенствоваться. Но я очень не любил приседания. И где-то, наверное, первые пять лет я практически-практически их не делал. Может быть, очень редко. Не любил просто вот. Но делал очень много становые тяги. Когда же я полюбил приседания? А полюбил я приседы, когда мне их запретили делать. Когда у меня появились сильнейшие боли в области позвоночника. Когда я узнал, что у меня грыжи, протрузии. Но сразу же здесь хочу сделать ссылочку. Я об этом не раз уже говорил. Это у меня не из-за тренинга. В принципе, из-за тренинга у меня нет практически ни одной травмы. Все мои травмы получены в быту. Так вот, когда по-настоящему мне пришлось отказаться от приседаний. По крайней мере, на период реабилитации. Который у меня затянулся очень надолго. Я три года доверял врачам. Доверял им в плане своего здоровья. Потому что у меня был доступ на тот момент к лучшим врачам в своем городе. Но три года меня лечили, лечили. И хочется сказать, как в том анекдоте, что вскрытие показало, что больной умер от вскрытия. Было примерно так же. Мне становилось только хуже. Реально хуже. Боли, прострелы появлялись уже в разных частях тела. То есть, если мне болело через ягодичную мышцу по бицепсу бедра, вплоть до подколенки левой ноги, то здесь мне уже простреливало и очень сильно стреляющей болью в правое колено. Причем, когда я ехал за рулем. Было это очень опасно, очень неприятно. Ну и что? Вы знаете, я решил заняться собой самостоятельно. Изучил очень много информации. И потихонечку стал применять ее на практике, на себе. Потихоньку, потихоньку. Когда ушли сильные боли, я добавил фронтальные приседания. Приседал с пустым грифом или с 40 килограммами. Довольно-таки продолжительное время. Обо всем об этом вы можете почитать в статьях моих. Я рассказываю подробно. И вот этот запрет вызвал у меня любовь к приседаниям. И сейчас, обращаю ваше внимание, все мои советы, рекомендации помогли уже больше, чем тысячу человек. Вы можете об этом почитать в комментариях, под постами в Инстаграм, ВКонтакте, в Ютюб, под видеороликами, посвященных данной тематике. И, естественно, очень много людей пишут мне в личку. И я сейчас не испытываю никаких проблем, друзья, с поясницей, с позвоночником, с болями. Естественно, только если очень долго не сижу, к примеру, за рулем, не еду куда-нибудь в Майами или еще куда-нибудь, где мне нужно 4 часа сидеть за рулем. Или если очень долго засижусь, монтируя тот или иной ролик, статьи пишу и книги, я пишу все лежа. Лежа для меня идеальное положение. Но вы видите, я приседаю за 200, тяну за 200, и у меня нет никаких проблем. И еще я вам скажу, что когда я приседаю, именно когда я регулярно приседаю, позвоночник испытывает кайф. Я как будто разгружаю его приседаниями. Почему я это все начал вам говорить? Потому что в очередной раз мой оппонент, как он сам себя называет, не знаю почему, хотя я уверен, что как это было с Юрой Спасококотским, у нас наверняка очень больше общих советов, рекомендаций, нежели каких-то противоречий. Леонид Егоров с канала «Реальный культуризм» снова несет какую-то чушь по отношению ко мне. Я уже не раз говорил, что я уважаю этого человека именно за то, что он развивается и физически, и умственно. Я вижу, он читает и философов различные книги, что довольно-таки похвально достойно уважения. Но Леонид почему-то очень любит говорить за других людей. К примеру, вот в последнем ролике буквально он говорит о том, что когда я говорю о гормонозаместительной терапии, которая практикуется во всем развитом мире, к сожалению, не в странах третьего мира, таких как Россия и Украина, хотя тоже потихонечку находятся грамотные специалисты, которые это объясняют. И это все объяснять нужно. И не нужно путать гормонозаместительную терапию ГЗТ, когда мы говорим, с вечным курсом, как пытается преподнести это, опять-таки, чтобы выглядеть лучше Леонид Егоров. Не нужно, Леонид, зачем коверкать факты? Когда я говорю о ГЗТ, я говорю о ГЗТ. О вечном курсе вообще речи не идет. И когда мы снимаем какие-либо видео подобного характера, да, я всегда говорю, что эти видеоролики помогут молодежи понять, что им совершенно не нужно употреблять никакой фармакологии. Это действительно вредит их здоровью. Но с возрастом, к сожалению, так устроен современный мир, современное общество, здоровье. Гормонозаместительная терапия необходима и мужчинам, и женщинам. Она качественно улучшает жизнь, не замедляя и не укорачивая ее. Наоборот, продлевает жизнь. Естественно, когда вы все это делаете под присмотром грамотного специалиста. Не нужно путать грамотное лечение, грамотное ГЗТ по медицинским показаниям с самодеятельностью. Это первое. Второе, почему-то Леонид утверждает, как все, наверное, лучше меня знает, как я живу, что у меня до сих пор проблемы с позвоночником. И что я калечу людей. Посмотрите, друзья, на отзывы. А теперь давайте вернемся снова к последнему ролику Леонида. К сожалению, человек, называющий себя знатоком анатомии и биомеханики, допускает смешные, нелепые ошибки, называя подвздошную мышцу и поясничную мышцу подвздошно-поясничной. Любой грамотный специалист вам скажет, что это две разные мышцы, хотя и имеющие одно общее крепление. Да, такое тоже бывает. Почитайте, и вы увидите, что когда-то один французик назвал эту мышцу подвздошно-поясничной, и с тех пор пошли проблемы. Нельзя. Именно из-за того, что люди не понимают этого факта, возникает огромное количество проблем. Подвздошная мышца и поясничная – это две разные мышцы. И хотя они имеют одно общее крепление, нужно понимать, что они действуют, да, как игроки одной команды, но не как синхронисты в синхронном плавании, да, а как футболисты, баскетболисты, хоккеисты, как индивидуальные игроки, хотя и играющие за одну команду. Это нужно очень понимать. Друзья, если хотите более четко все это понимать, у меня есть отдельные статьи на эти темы. И я вам настоятельно рекомендую зайти на мой сайт thmgym.ru, почитать об этом, вникнуть. Особенно, если у вас есть проблемы со спиной, особенно, если вы инструктор, особенно, если вы не хотите, чтобы у вас возникли какие-либо проблемы. Еще открою вам один маленький секрет, который, я уверен, вообще практически никто не знает. Поясничных мышц на самом деле две – большая и малая. Но вот малая есть только у половины населения планеты. Интересная, да, такая информация? Следующее. Леонид все правильно говорит о прямой спине. О клевке тазом информация немножечко все-таки спорная. Потому что мало кто может действительно в очень глубоком приседе, опускаясь, держать спину настолько ровной, чтобы исключить практически полностью клевок поясницы. Я знаю очень много людей, которые приседают, округляя таз в самой нижней точке, не испытывая при этом никаких проблем. Я знаю людей, которые имеют проблемы, которые вообще никогда не приседают. И которые приседают до 45 градусов, даже до параллели не опускаясь, при этом испытывают серьезные проблемы. Здесь вопрос спорный. Но все-таки, если вы можете, работайте, как советует Леонид, до той точки, где у вас происходит клевок тазом. Растягивайтесь, укрепляйте ваши бицепсы бедра, растягивайте голеностоп, растягивайте тот же бицепс бедра. Это все поможет. Но вот следующая ошибка. Как может тренер не знать, что мертвая тяга и становая тяга это одно и то же? Друзья, перестаньте называть румынскую тягу или тягу на прямых ногах мертвой. Это безграмотно и смешно. Но как англоязычно называется данное упражнение? Откуда оно и пошло? Дедлифт, мертвая тяга. И нет понятия становая тяга. Становая тяга. И если вы называете становую тягу мертвой тягой, то так и называйте. Не путайте понятия, не вводите людей в заблуждение. Следующее. Ни в коем случае, друзья, нельзя, ну по крайней мере, я вам не рекомендую делать тягу на прямых ногах. Делайте румынку, когда коленки чуть-чуть согнуты. Это и эффективней с точки зрения биомеханики. Это и безопасней с точки зрения поясничного отдела позвоночника. И никогда, вот видеоролик называется у Егорова наклоны со штангой, никогда не делайте наклоны ни в гудмонинге, ни в румынке, ни тем более в тяге на прямых ногах, если даже вы ее делаете. Наклон получается за счет уведения таза назад. Как будто вы хотите оттолкнуть кого-то, пробить стену, стену. Вот как правильно выполняется упражнение. Следующее. Ну, Леонид, я уважаю вас, но посмотрите, вы показываете ролик, где вы тренируете этих бедных близнецов. Почему бедных? Ну, некультурно, небезопасно в сланцах резиновых делать тяги, приседания, да и вообще тренироваться. Пиздец, ногой, блядь! Это вообще убожество, просто. Ну, как это вот можно еще и показывать по телевизору? Еще один момент. Леонид показывает своего бога натурального культуризма, Клокотского, по-моему, да, как идеальную технику и подчеркивает, что для бодибилдинга. Посмотрите, друзья, обязательно последнее видео Егорова. Вы будете в шоке. Для бодибилдинга максимум нужно выпрямляться просто или еще лучше оставаться в легком наклоне, делая тяги. Но ни в коем случае не отклоняться назад, как это показывает Клокотский. Это пипец, это убьет ваш позвоночник практически многим прям с первого подхода такого. Особенно, если вы не матерый пауэрлифтер. Для чего это делают лифтеры? Только для того, чтобы зафиксировали попытку на соревнованиях. Все. Бодибилдеру так делать нельзя. Друзья, не выпрямляйтесь даже до полного распрямления. Если у вас получается, оставайтесь в легком наклоне. Это лучше для мышц, это безопасно для вашего позвоночника. И, друзья, перед тем, как критиковать кого-то, хотя бы убедитесь, что вы владеете информацией. Что такое ГЗТ? Что я говорю, когда подразумеваю ГЗТ? Валит ли у меня спина? Как сейчас чувствуют себя люди, которые придерживаются моих советов? Можно ли заниматься в сланцах? Насколько это неэтично и неэстетично. Если девочки приходят, а вы ходите в сланцах, это позор вам как тренеру. Давайте лучше находить какие-то общие точки соприкосновения. Помогать друг другу, указывать на ошибки. Я тоже не безгрешен. У меня очень много ошибок, я уверен. Как у любого нормального человека, который чем-то занимается, что-то изучает. Это нужно понимать, и это нормально. Я бы с удовольствием, Леонид, пообщался с вами на стриме, в прямом эфире. Хотите, пригласите меня к себе или приходите ко мне на стрим. Просто вы заблокировали, я не могу вам писать никуда, связаться с вами. Но я с удовольствием это сделаю. Вы увидите, что я не являюсь каким-то оппонентом вашим или нет. Наоборот, я очень поддерживаю людей, которые тренируются, которые тренируются очень долго. И я вас понимаю, потому что тоже, когда я 30 лет назад начал тренироваться, со мной начинало очень много. И на протяжении этих 30 лет со мной начинало заниматься не один десяток людей. Но где они все? Один единственный я из этой старой школы, кто и тренируется, из моих знакомых. Я уверен, в вашей ситуации то же самое. Поэтому основная задача инструктора, тренера, это не навредить здоровью клиента. Я думаю, вы с этим согласитесь. Так зачем заведомо опасные упражнения, а я все-таки считаю, что есть опасные упражнения, давать их делать людям. Когда можно простыми изменениями легкими в технике добавить безопасности и эффективности тому или иному упражнению. Как это, к примеру, происходит с тябель на прямых ногах. Я рекомендую стогнуть слегка коленки, слегка, что снизит нагрузку с поясничного отдела позвоночника. И ни в коем случае не убирать штангу от ног. Чем дальше вы уводите штангу от ног в таком положении, тем это опасней для вашего здоровья. Друзья, пишите в комментариях обязательно, что вы думаете по всем этим вопросам. И что вы думаете по поводу того, что говорит Леонид, что вы думаете по поводу того, что говорю я. Хотите ли вы увидеть наш общий стрим? Если хотите, пишите об этом Леониду. Я с удовольствием сделаю с ним такой стрим. Если он, конечно, захочет. Всем пока, Леонид. Продолжайте в том же духе и все будет хорошо. Просто нужно более-менее критично подходить и к себе тоже, самокритично. И тогда, я думаю, и у вас, и у меня будет и больше подписчиков, и больше поклонников. Не уподобляться некоторым блогерам, которые хаят, обсирают, обливают друг друга помоями. По-моему, это не достойно вообще людей, тем более таких взрослых, грамотных, надеюсь, людей, как мы с вами. Я знаю, у нас есть общие подписчики, что говорит о том, что, по крайней мере, люди, которые смотрят вас и смотрят меня, находят полезные советы, рекомендации и что-то общее. И между нами не так много различий, как вы думаете. Всем пока, друзья. Напомню вам, что вы можете приобрести две мои книги, отдельно для мужчин, отдельно для девушек, о всех тонкостях тренинга, питания и восстановления. Обязательно, если хотите разбираться во всем этом, напишите мне в личку, и я отвечу вам, как вы можете это сделать. Особенно, друзья, если вы являетесь тренером-инструктором, вы просто обязаны изучить эту литературу. Соглашаться с ней, не соглашаться, это будет уже ваше личное дело. Но если вы взяли на себя ответственность, смелость тренировать людей, вы просто обязаны изучить эти книги. И обязательно, друзья, делитесь данным роликом в своих соцсетях. Это лучшая благодарность для меня и для канала. Ставьте палец вверх, если вам понравилось. Если не понравилось, пишите, что вам не понравилось, и смело ставьте дизлайк. Отдельная просьба, кто уже опробовал на себе в молодости или сейчас проходит эту методику, расскажите, поделитесь в комментариях с вашими достижениями, вашими результатами, ощущениями. Я уверен, что подписчикам и всем, кто смотрит данный ролик, это будет очень и очень интересно. Ну что, друзья, не буду вас больше грузить разной информацией. Не забывайте, что вы можете присылать свои вопросы в комментарии. И я обязательно на все вопросы отвечаю. Вы это видели. А на некоторые, как вот на данный, даже снимаю видеоролики. Спасибо за просмотр. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм.